Доброе утро! Коротко о важных событиях наступившего дня расскажу вам я, Диана Васина и утренняя информационная бригада нашего канала. Алексей Костюков наделен полномочиями члена Совета Федерации России. Сейчас Алексей Костюков руководит областным отделением пенсионного фонда. Сегодня его последний рабочий день в этой должности. Ранее он являлся вице-губернатором, а также возглавлял филиал Северо-Западной Академии Госслужбы. Алексей Костюков наделен полномочиями члена Совета Федерации как представитель правительства Новгородской области. 28 сентября на первом заседании нового состава областной думы был определён ещё один сенатор от нашего региона уже как представитель в Совете Федерации законодательной власти. Им стал Сергей Фабричный. Руководители областной и городской педиатрических служб прокомментировали информацию об обязательном введении предварительной записи к специалистам. Главный педиатр области Ирина Истомина заверила, что причин для беспокойства нет. Речь идёт лишь о новой улучшенной версии интернет-портала. Приём в детских поликлиниках остался прежним, однако вскоре будут внесены изменения, точнее усовершенствования системы. Новая улучшенная версия портала открыта для свободной записи к специалистам через интернет. Это позволит пациентам самостоятельно выбирать удобный день и время приёма без долгого и томительного ожидания в очередях. Новый портал не предполагает никакой регистрации. Вы просто заходите по номеру своего СНИЦ, выбираете нужное учреждение, записываетесь. Единственное, он планируется на подключение к единому порталу государственных услуг. И те, у кого уже есть личный кабинет на портале госуслуг, могут входить непосредственно через него и видеть там опять же свою историю записи. Нововведения не отменяют и старых, привычных способов записи на приём. По-прежнему действует запись через регистратуру медицинского учреждения и колд-центр. В случае экстренной ситуации любой пациент, взрослый или ребёнок, имеет право получить медицинскую помощь вне очереди. На портале размещена информация о каждом медицинском учреждении области, а также расписание приёма врачей. Более того, новая программа позволит и самим медикам повторно записывать к себе пациентов или участковым врачам назначать приём к узкому специалисту. Кроме того, на портале есть функция отмены записи, а также можно задать любой волнующий вопрос. Записаться к врачу онлайн на новом сайте zdrav53.defisonline.ru возможно будет уже с 12 октября. До этого времени приём ведётся по старым записям. Сегодня на базе отделов центров по работе с населением по месту жительства Нехинский и Григоровский по адресу улицы Ломоносова, 18, начинает работу молодёжный правовой центр. Студенты и преподаватели юридического факультета Новгородского университета бесплатно проконсультируют жителей микрорайона по вопросам составления договоров, написанию завещания, оформление пакета документов для вступления в права по наследству, получению ответов по земельным и дачным вопросам, а также проблемам ТСЖ и ЖКХ. Правовой центр будет работать каждую первую и третью среду месяца с 17 до 19 часов. Первый приём граждан состоится уже сегодня. В Новгородской области стартовала акция «Спаси жизнь!» сообщи о пьяном водителе в полицию. Её основная цель – привлечь внимание общественности к проблеме вождения в нетрезвом виде. Только за 8 месяцев этого года на территории региона произошло 55 ДТП с участием нетрезвых водителей. По их вине 14 человек погибли, 73 пострадали. В целом за этот период сотрудники ГИБДД задержали более 3000 автолюбителей, которые позволили себе сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Эти 3217 водителей, ну это, наверное, правильно сказать, потенциальные преступники, которые в любой момент могут причинить вред не только себе, но и тем людям, которые добросовестно соблюдают правила дорожного движения, соответственно, ничего не нарушают, но, соответственно, могут стать жертвами этих водителей. Сотрудники ГИБДД призывают всех жителей области в случае, если вы заметили водителя, который уже управляет транспортом или собирается сесть за руль в нетрезвом виде, сообщить об этом любому наряду госавтоинспекции или в дежурную часть полиции. Сегодня свой телевизионный сезон открывает программа «Слушаем город». На вопросы новгородцев в прямом эфире готовы ответить депутаты Думы Великого Новгорода Константин Демидов, Владимир Еремин, Константин Хиврич, Владимир Данилов, Антон Лобач и Владимир Богомолов. Оставить свои пожелания к эфиру в течение дня вы можете на сайте городского парламента в разделе «Слушаем город». Задать вопросы в прямом эфире можно будет по телефону студии 67 97 67. Начало программы в 21.05. На этом пока все. Далее прогноз погоды от центра ФОБОС. А я прощаюсь и желаю отличного дня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова